Культура Западного Кавказа находилась на периферии древнего цивилизованного мира и составляла его неотъемлемую часть. Однако остается открытым вопрос. С каким политическим и экономическим центром мог быть связан Кавказ? Долгие годы он оставался без ответа, пока в самом начале 20 века не были обнаружены следы еще одной великой культуры. По другую сторону Черного моря жили люди, возможно, говорившие на том же языке, которым могли владеть и строители кавказских дарменов. В этой части Малой Азии, которую издревле называют Анатолией, в третьем тысячелетии до нашей эры обитал многочисленный народ хаттов. Созданная ими высокоразвитая, но бесписьменная культура со временем оказалась в исторической тени, сменившей ее великой хетской державой. Именно хетские тексты, выполненные клинописью на глиняных табличках, сохранили до наших дней обрывочные фрагменты языка хаттов, который, по мнению лингвистов, родственен западно-кавказским языкам – абхазскому, адыгскому и убыхскому. Возможно, в древности Западный Кавказ и Центральную Анатолию населяли этнически близкие племена, и будущие археологические исследования обнаружат свидетельства этого родства.